МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конце некоторых слов – твердый знак. А в 1936 году на этом месте появилось учебное заведение, фундамент которой легли камни Алексеевской церкви. Это отсюда. В 1941-м ее директор записался добровольцем и ушел на фронт героически оборонять родной город, а позже погиб под Севастополем. А после войны здание приютило учеников общеобразовательной восьмилетки. Потом она преобразовалась в среднюю общеобразовательную политехническую школу номер 99 с углубленным изучением английского. И уже в 1993-м стала той гимназией номер 4, которую мы все хорошо знаем. Сегодня гимназия номер 4 – это педагогический коллектив в составе 52 педагогов под руководством директора Инны Леонидовны Соломащенко, среди которых преподаватели высшей категории, учителя-методисты, старшие учителя, лучшие педагогические работники города Одессы. Многие из них ведут не только практическую педагогическую работу, но и являются авторами теоретических работ. С 2007 года гимназисты могут выбрать для изучения второй иностранный язык – немецкий, испанский и французский, а с 2008-го углубленно изучается и немецкий. Гимназия славится своими династиями учеников. Дети многих семей обучаются тут уже в третьем поколении. Некоторые выпускники после вузов вернулись в стены родной школы уже в качестве преподавателей и рады передавать свои знания новым поколениям маленьких одесситов. К слову, когда-то такой выпускницей была и сама директор гимназии Инна Леонидовна. Гимназия гордится своими выпускниками. Кто-то из них ныне работает в Министерстве образования, кто-то стал чемпионом спорта, пошел по литературной стезе или выбрал профессию в сфере услуг. Но каждый из них прошел незабываемый путь длиною в детство в этих стенах, где на уроках царила творческая атмосфера, где учили мыслить критически, где воспитывали уважение к родине, родному краю, где чтили традиции предыдущих поколений. Ученики гимназии не раз приносили своей альмаматор победы. Это и звание лучшего почетного караула на посту номер один, это и грамоты на различных олимпиадах и фестивалях. Особая гордость школы – ее оперная студия, звучанию которой аплодирует вся Одесса. А в этом году еще и круглая дата – 25-летие почетного и ответственного звания гимназия. К 2018 году здесь обучаются уже 607 учеников. За последние годы гимназия претерпела несколько благотворных преобразований. Были отремонтированы и крыша, и фасад, облагородили стены коридоров классов, радует глаз столовая. Но самым неожиданным подарком гимназии от городской власти стал новый школьный стадион, новые актовые и спортивные залы. Год назад на встрече с городским головой Геннадием Трухановым родители обратились к нему с просьбой оказать содействие в создании полноценных актового и спортивных залов. Как известно, в канун праздника Святого Николая 19 декабря сбываются все мечты. Загаданное желание сбылось. Совершенно новое двухэтажное здание было воздвигнуто во дворе гимназии под планомерным руководством Управления капитального строительства и Департамента образования и науки Одесского городского совета, а также под личным контролем городского головы Геннадия Труханова. Накануне Нового года новые залы распахнули свои двери для гимназистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова